Украинских моряков надо обменять, а корабли уничтожить. Политика, закон и правосудие 26 мая 9.20 Украинских моряков надо обменять, а корабли уничтожить. Международный трибунал ООН встал на сторону Киева при рассмотрении инцидента в Керченском проливе. Россия с этим не согласна. Дмитрий Родионов. Комментарии в просмотров 9315. На фото, корабли военно-морских сил Украины в Керченском порту, фото, Сергей Мальгавка, ТАСС, материал комментируют. Анатолий Баранов. Иван Мизюха. Киев намерен потребовать от Берлина введения новых гамбургских санкций против России, если Москва не станет выполнять решение Международного суда по морскому праву относительно освобождения украинских моряков. Об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник. Решение, вынесенное находящимся в Гамбурге судом, Мельник назвал дипломатической победой важным козырем в деле освобождения моряков. Напомним, в минувшую субботу Международный трибунал по морскому праву вынес решение по инциденту в Керченском проливе. Он потребовал от России освободить украинских моряков, задержанных в результате инцидента и вернуть Украине конфискованные судна. При этом глава Международного трибунала Пак Чжин Хён предостерег обе стороны от шагов, способных обострить спор по инциденту в Керченском проливе. Кроме того, Пак Чжин Хён заявил, что трибунал не просит российскую сторону прекращать уголовное дело против задержанных украинцев, однако предписывает России вернуть моряков на родину. Представители российской стороны в слушаниях участия не принимали, так как Москва считает, что у трибунала нет юрисдикции для рассмотрения этого дела. Читайте также. В ходе последующего арбитражного разбирательства намерены последовательно отстаивать нашу позицию, в том числе и отсутствие у арбитража юрисдикции рассматривать данную ситуацию в свете упомянутых выше обстоятельств. Так прокомментировали решение трибунала в МИД России. Избежать ее возникновения можно было при условии соблюдения требований российского законодательства, касающихся судоходства в этом районе. Призываем украинскую сторону действовать именно так впредь, добавили в ведомстве. Напомним, Украина обратилась в трибунал с требованием освободить украинских моряков и корабли 16 апреля этого года. 24 украинцам, среди которых два сотрудника СБУ, предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения. Ч. 3 статья. 322 АУК РФ, по которой им может грозить до 6 лет заключения. Арестованных украинских моряков в конце ноября прошлого года перевезли из Крыма в Москву. В апреле этого года Лефартовский суд столицы продлил до конца июля сроки ареста всем фигурантам. Что теперь предпримет Украина, и какие санкции могут грозить России за неисполнение решения Международного трибунала? Можно ли вообще решить эту проблему к общему удовлетворению сторон, учитывая, что стороны имеют диаметрально противоположный взгляд на ситуации? В Киеве моряков считают военно-пленными, а в Москве задержанными за совершение уголовного преступления. Напомним, ранее свободная пресса рассказывала о том, что известный российский политолог Сергей Станкевич предложил выход из Керченского тупика. По его мнению, вопрос с возвращением на Украину моряков может быть решен при общем обмене арестованными лицами, либо в приоритетном порядке с привлечением адекватных религиозных лидеров в качестве посредников. А какие еще есть варианты решения вопроса? Международные институции уже не в первый раз подыгрывают украиневых антироссийских спектаклях, напоминает политолог Иван Мизюха. Собственно говоря, мы к этому уже привыкли. Не буду голословно утверждать, что Международный трибунал ООН по морскому праву подчиняется Западу во главе с США. Тем не менее, не секрет, что ряд международных судебных институций или зависимы от Вашингтона или ориентируются на него в своей деятельности. СП. И как нам реагировать? Россия высказала свою позицию еще до суда и во время судебного заседания. Министерство иностранных дел России заявило, что трибунал не имел юрисдикции в этом вопросе. Как я понимаю, суть дела, еще будет арбитражное разбирательство, и в ходе него Москва будет стоять на своем. Трибунал обязан учесть крайне важную оговорку, сделанную Россией при ратификации Конвенции 1982 года при рассмотрении этого дела. СП. Поясните. Дело в том, что подписание и ратификации Конвенции ООН по морскому праву 1982 года Москва сделала заявление, которое исключает рассмотрение инцидента в Черном море в рамках процедур, предусмотренных этим документом. Эта оговорка касается деятельности по обеспечению соблюдения законов в отношении осуществления суверенных прав и юрисдикции. СП. Что будет, если мы не выполним решение трибунала? Какие санкции они могут применить? Мы живем в такое время, когда санкции могут быть введены из-за чего угодно и кем угодно. Вероятность введения ограничительных мер в отношении России вследствие этого разбирательства не стоит категорически отрицать. СП. Что касается украинских моряков. Как насчет амнистии? В конце концов, они только выполняли приказ, судить надо Порошенко и его окружение. Об амнистии или вернее помиловании говорить преждевременно. Граждане нашей страны ни за что находятся в украинских застенках, а вот украинские военные моряки нарушили закон, пусть и по приказу своего командования. Мы имели право потопить украинские корыта на законных основаниях, но Россия поступила гуманно. Благодаря нашей гуманности моряки живы-здоровы. СП. А можно ли их обменять? Или они уголовники и обмену не подлежат? Полагаю, что обмен когда-нибудь состоится. Вероятно, он будет возможен после того, когда российский суд вынесет законное решение в отношении военных моряков Украины, а Киев и Москва придут к какой-то более-менее взаимовыгодной сделке по этому вопросу. СП. Насколько вообще решаема проблема обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной? Как сделать так, чтобы не появлялось новых пленных и заключенных? Проблема решаема, и Киев мог бы сделать первый шаг навстречу Москве в этом вопросе. А чтобы не появлялось новых пленных и заключенных, Украина должна перестать забрасывать в Крым своих диверсантов и шпионов, осуществлять военные провокации в территориальных водах России, а также терроризировать наших граждан на своей территории. Тогда и не нужны будут обмены. Россия сегодня, как мальчик для битья, продолжает разговор главный редактор портала Форум. МСК Анатолий Баранов. Безусловно, все международные структуры, и суды в том числе, будут рассматривать все дела через призму. И это вот наши нехорошести. СП. Пак Чжин Хён сказал, что трибунал по морскому праву не просит российскую сторону прекращать уголовное дело против задержанных украинцев. Как это понимать? Отпустите, судите заочно и выносите какие угодно приговоры. Трибунал не вмешивается в национальное судопроизводство, но действует в рамках своей компетенции. СП. Что будет, если мы не выполним это постановление? В общем, ничего не будет. И мы его, конечно, не выполним. СП. Означает ли это решение, что любой международный суд по вопросам Крыма и Азовского моря всегда будет вставать на сторону Киева? Есть ли возможность это преодолеть? Итальянец отстрелялся. Прокурор запросил 17 лет тюрьмы за кровь Донбасса в Европе. Впервые судят украинского боевика за военные преступления. СП. Что делать с украинскими моряками? Посадить. Амнистировать. В принципе, в компетенции президента Путина амнистировать этих моряков и обменять. Это обычная практика. Да и зачем они нужны? Конечно, надо поскорее вынести приговор, амнистировать и немедленно от них избавиться в хорошем смысле. СП. А что с конфискованными судами? Отдадут ли их Украине? Россия этот металлолом обслуживать еще? А вот это и есть главный вопрос. Все пишут про какие-то суда, как будто мы задержали рыбачьи фелюги и теперь мучаем матросов. А это военные корабли. И это не просто моряки, а военные, которые с оружием в руках вторглись на территорию России. Не случайно, а совершенно сознательно. И этот вопрос совершенно не в компетенции трибунала по морскому праву. Речь идет не о нарушении водных границ, а о военном вторжении. Турция вон сбила наш бомбардировщик, всего на несколько секунд оказавшийся в ее воздушном пространстве. И то же самое с территориальными водами. Мы могли уничтожить эти корабли, и были бы правы. СП. Так что делать с ними? Вернуть. Возвращать совершенно не обязательно. Можно смело уничтожить. Международное положение. Следить за порядком. Но Азови должен оператор с локализацией в Порту-Кавказ. Новости политики МИД РФ прокомментировал возможность обмена Уилана на Бутину.